Добрый день! Вы смотрите новости в студии Екатерина Питунина и в начале выпуска коротко о главных темах. В краевой столице плюсовая температура. С какой проблемой столкнулись сегодня барнаульцы, а также каков прогноз синоптиков до конца года? 30 тысяч успешных операций – это не предел. Федеральный центр травматологии в Барнауле отметил свой первый юбилей. Наш телеканал продолжает рубрику «Символ года», посвященную самым необычным собакам региона. В этот раз мы навестили пса по кличке Белый, который чуть не погиб от рук живодерки. Неожиданное потепление пришло в Барнаул на улицах Лужи и в то же время Гололед. И к таким сюрпризам погоды оказались готовы не все. В городе произошел массовый всплеск ДТП. По данным госавтоинспекции, только этим утром в Барнауле зарегистрировали 11 аварий, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Также сегодня на въезде в город с трассы слетел автовоз, который вез 7 новых легковых автомобилей. Водитель не пострадал, а вот машины побились. Отмечу, штормовое предупреждение было объявлено не только в краевой столице, а по всему Алтайскому краю. В связи с непогодой в регионе закрыты два участка автомобильной дороги Алтай-Кузбасс в Первомайском и Залесовском районах. Движение ограничено для автобусов и большегрузного транспорта. На дорогах возможен гололед и снежные заносы. МЧС России по Алтайскому краю просит водителей отказаться от выездов. Как долго на Алтае сохранится аномально теплая для декабря погода, сейчас расскажет мой коллега Вадим Слюсарев. Он с нами на прямой связи. Вадим, какие прогнозы дают специалисты Краевого гидрометцентра? Здравствуйте, Екатерина. После разбушевавшейся стихии на улицах Барнаула, как и во всем Алтайском крае, гололед. Кроме этого, порывистый ветер до 27 метров в секунду и даже дождь. И рядом со мной сейчас находится Людмила Юрьевна Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометеоцентра. Здравствуйте, Людмила Юрьевна. Расскажите, с чем это связано и насколько это характерно для нашего региона? На данный момент районы Алтайского края находятся в зоне прохождения атмосферных фронтов Южного циклона, центр которого смещается из районов Каспийского моря на север-западный Сибири. Вот как раз этот Южный циклон и принес мощную волну тепла, с которой температура воздуха у нас варьирует в крае от плюс 4 в предгорьях на данный момент и до минус 9 по северо-западу края. Также с прохождением атмосферных фронтов идут осадки в виде снега, мокрого снега и в предгорьях с дождем. Усилился ветер, но на данный момент ветер у нас не превышает 18 метров в секунду, а сегодня ночью и вчера в конце дня порывы ветра его достигали 23 метров в секунду. Местами наблюдалась метель, гололедные явления в виде гололеда и отложения мокрого снега. А до какого это времени продлится у нас все-таки? Когда закончится это бабье лето? Сегодня до конца суток 26 декабря штормовая погода у нас сохранится, а в дальнейшем уже в ночь на 27 постепенно ветер будет прекращаться. Снегопад в основном будет идти небольшой умеренной интенсивности. До 31 декабря также сохранится неустойчивая погода, которая будет сопровождаться снегопадами. 28 и 30 декабря временами сильной интенсивности. Также ожидается усиление ветра и метели, которые приведут к снежным заносам на дорогах. Температура воздуха в основном будет колебаться в ночные часы от минус 8 до минус 18 в этот период. Дневная температура от минус 2 до минус 9. Спасибо, Людмила Юрьевна. А я лишь напомню, что водителям на дорогах в связи с голольдом надо быть как можно аккуратнее. Екатерина, вам слово. Да, спасибо, Вадим, за информацию. Ждем вас в редакцию. Надеюсь, доберетесь без происшествий. А сейчас к другим темам. 32 тысячи успешных операций. И это не предел. 5 лет исполнилось Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования. За это время в центре медики провели более 29 тысяч высокотехнологичных операций. На лечение Федеральный центра травматологии в Барнауле приезжают пациенты из 42 субъектов и 8 федеральных округов России. Жителям Алтайского края провели 15 тысяч профильных высокотехнологичных операций. Обеспеченность населения в два раза выше, чем в среднем по стране. Еще один повод для гордости – детское отделение Федерального центра. В нашем центре одна из лучших клиник, которая оказывает помощь детям с ДЦП, используются современные мировые технологии. Это одномоментные многоуровневые вмешательства при ДЦП, что дает возможность быстро пациента поставить на ноги. А для этих пациентов это очень важно и улучшить качество их жизни и качество жизни их родителей. Больше тысячи домов и квартир отключили от газоснабжения в Алтайском крае. В ходе проверок специалисты Минстро и Транс и Госинспекции региона выявили, что собственники этих домов не заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования. А делать это обязывает законодательство. Очередную проверку эксперты провели сегодня в Барнауле. И на ней побывал мой коллега Дмитрий Будков. Он с нами на связи. Дмитрий, добрый день. Ждем подробностей. Да, здравствуйте, коллеги. В действительности, сегодня специалисты проводят проверки в городе Барнауле по тем абонентам и собственникам, которые не заключают договор на техническое обслуживание газового оборудования. Проверки проводят специалисты Минстро и Транса, а также Газпрома газораспределения Барнаул и Госинспекции Алтайского края. Нужно сказать, что проверки начались с сентября этого года. И за это время уже отключены от газового снабжения 158 собственников. 132 собственника из них проживает здесь, в Барнауле. И мы сейчас находимся на улице Исакова, 185, где только что сделали проверку абонентов. Как говорят сами специалисты, даже если человек не открывает дверь, все равно составляется акт, так как абонентов предупреждают о том, что придут специалисты с проверкой газового оборудования. Более того, скажу, что для тех, кто, так скажем, недобросовестные собственники не заключают договоры, для них составляются акты и административный штраф. Вот на должностных лиц, к примеру, варьируется от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 40 до 100 тысяч рублей, а для граждан от 1 до 2 тысяч рублей. Но с каждой проверкой, если договор не будет впоследствии составляться, эта сумма будет увеличиваться. Нужно сказать, что за все время проверок, всего в Алтайском крае, те люди, которые не заключали договоры на техническое обслуживание газового оборудования, составлены более тысячи актов и они отключены от газового снабжения. Вам слово, коллеги. Спасибо, Дмитрий. Я продолжу выпуск. В нашем эфире мы продолжаем рассказывать о самых дружелюбных и преданных символах года – собаках. Тех, которые снимаются в кино, любят позировать перед камерой и несут службу в правоохранительных органах. Этот год для пса по кличке Белый был нелегким. Он чуть не погиб от рук живодерки, которая хотела его отравить. Но благодаря неравнодушным людям пёс остался жив. Накануне Нового года мы приехали в гости к Белому и узнали, как поменялась его жизнь после спасения. Этот пёс по кличке Белый как никто разбирается в людях. Если подходишь с добром, то и в ответ он виляет хвостиком, а тех, кто может обидеть, чует за версту. Такое настороженное поведение не случайно, но об этом чуть позже. В 2017-м Белый встретил настоящих друзей. Среди них и Светлана. Она волонтёр в бийском приюте для животных «Преданность», где живёт пёс. И знает, как порадовать барбоса. Он любит вкусняшки. На вкусняшке он всегда готов выйти. А буквально несколько месяцев назад Белый никого не подпускал ни на шаг. Летом этого года хозяйка пыталась отравить пса крысиным ядом. Но, несмотря на весь ужас пережитого, его история закончилась хэппи-эндом. Неравнодушные бичане позвонили в приют для животных и сообщили о беде. Когда приехали волонтёры, пёс был заколочен в будке. Собаке пришлось пройти долгий курс реабилитации. Таблетки, уколы и капельницы. Деньги на дорогостоящие лекарства помогли собрать жителей Алтайского края. Сейчас пёс здоров, но полностью доверять людям он по-прежнему не может. По словам волонтёров, если в его жизни появится любящий хозяин, Белый станет совсем другим. Сейчас он абсолютно нормальный пёс. Правда, у него нет доверия к людям. То есть нужен человек, который сможет с ним общаться. Если он будет знать, что к нему будут хорошо относиться, и он будет это видеть, чувствовать, то он будет преданным псом и очень хорошим охранником. Он хорошо охраняет. Сейчас на передержке в Бийском приюте преданность около 160 собак. Как правило, это животные, которых сбили на дорогах или выкинули те, кому четвероногие доверяли. И каждому из них, так же, как и Белому, нужен дом и любящий хозяин. В свою очередь собака не останется в долгу, ведь она – символ следующего года и обязательно принесёт в ваш дом счастье. Валентина Скерова, Сергей Балуев, Новости. Меньше недели осталось до главного праздника зимы – Нового года. Время подводить итоги. 2017-й. Каким он был для жителей краевой столицы и что они запланировали на будущий год? Узнаете далее. До Нового года остались считанные дни. Как прошёл уходящий 2017-й год? Прямо сейчас узнаем у барнаульцев. Как прошёл для вас 2017-й год? Какие события в семье произошли? Да, нормально. Событий никаких таких кардинальных не произошло. Дети учатся, всё здорово. Сын в первый класс пошёл. Что вот прошёл день города, но он в пришём везапе прошёл так же, как и в предыдущие годы. Так что, ну, весело вообще так-то было. Мне это понравилось, выступление молодых спортсменов. Вот это вот. Ну, а также это малые народы здесь, проживающие на Алтайском крае. Тоже интересно было. А что планируете на следующий год? Вот каким он будет для вас? Что-то запланировали уже? Трудный будет год. Почему? Как почему? Так всегда говорит начальство, поэтому мы ему верим. Ребёнок в спортшколу пошёл заниматься. Куда определили? Каким спортом заниматься будет? Самбо, дзюдо. В краевом масштабе какие-то события можете отметить вот за этот год? В краевом масштабе? Ну, даже так не скажу сильно. Школу знаю в Барнауле, построили новую. Детские сады строят. То есть для детей. Баня. Русская настоящая баня. Конечно, самая настоящая. Из дерева. Сгубили уже стройматериалы? Да. Всё готово. Осталось собрать, запустить и париться, нарезать веники. Ну, а на этом у меня пока всё. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...